Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Наш Бог действительно может исцелять. И я верю, что когда мы признаем Его власть, это высвобождает ситуацию, создает атмосферу для того, чтобы исцеление произошло. Иначе говоря, исцеление не происходит сами по себе. Есть необходимые духовные составляющие, которые производят ситуацию, необходимую для исцеления. Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, восьмую главу. Евангелие от Матфея, восьмая глава. Ешуа говорил, и мы изучали на прошлой неделе, эту важную концепцию о власти, о том, чтобы признавать власть Мессии над своей жизнью, признавать авторитет Его Слова. И потому, что тот сотник услышал о Ешуа, он поступил по вере, и есть корреляция между верой и слышанием. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. И сейчас мы увидим, поговорив о Его власти и правильной реакции на нее, мы увидим исцеление. Посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, восьмую главу, четырнадцатый стих. Ешуа, придя в дом Петра, это Симон Петр, один из его учеников. Ешуа, придя в дом Петра, увидел тещу его. И дальше то же самое слово. Это идиома, означающая, что она слегла. Она лежала в постели, и у нее была лихорадка. Лихорадка — это болезнь. В данном случае ничего особо духовного в этой болезни не было. Она просто была больна. Больна какой-то инфекцией, вероятно, вирусной. Мы не знаем, что именно, но понятно, что это была обычная болезнь. Не такая, как проказа, о которой мы говорили в прошлый раз. И не такая, о которой мы будем говорить дальше, связанная с демоническим влиянием. Она была просто больна и прикована к постели. У нее была лихорадка. Это мы видим в данном отрывке. Иешуа коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Заметьте вот что. Если в вашей Библии сказано, и она встала, это неправильно. Предложение стоит в пассивном залоге. Она была заставлена встать. И это важно, потому что учит нас, что каждый раз, когда происходит чудо, то происходит оно так. Происходит таким образом, чтобы мы усвоили духовную истину. И здесь мы видим, что она была поднята. То, что она смогла встать, было результатом силы Иешуа, высвобожденной в ее жизни. Эта сила привела ее к здоровью. Она пережила исцеление. И когда вы испытываете прикосновение Мессии, когда получаете его исцеляющее влияние, оно поднимает вас. И будучи поднятой, вот что буквально значат эти слова. Она была поднята. И что она сделала? Заметьте, что говорит Писание. И она служила им. Она служила им. Когда мы принимаем Божьи действия в свою жизнь, исцеление, благословение, обеспечение, то его действие в нашей жизни должно привести к служению Богу через служение другим. Вот настолько просто. Итак, будучи поднятой, она стала служить им. 16 стих. Когда же настал вечер, к нему привели. И обратите внимание на разницу. К нему привели многих бесноватых. Итак, мы видим здесь, в Евангелиях, и между прочим, если вы посмотрите Писание Раввинов того времени, то увидите, что акцент делался на демонической одержимости. Многие люди не говорят вам этого. Многие люди этого не знают. Но если вы посмотрите в Талмуд, то найдете описание того, что в то время была эпидемия одержимости, что значит, что когда пришел Мессия в первый раз, было великое демоническое влияние. И подобным образом, когда Он придет снова, а Он придет, и я думаю, это произойдет скоро, также будет великое демоническое влияние. Вот почему нам надо уделить большое внимание этому месту Писания и научиться из него. Читаем еще раз. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и Он изгнал дух. Как? Словом. Я делаю на этом акцент. Он изгнал их словом. Опять-таки, нам надо усвоить две вещи. Он мог, как и Бог Отец, словом приводить вещи в существование, приводить их в Божий порядок. Второе. Есть сила в слове. Именно через слово демонам с их влиянием наносится поражение, и они изгоняют. Он изгнал духа словом и исцелил всех. Возможно, в вашей Библии сказано больных, но это слово «какос». Почему это важно? Слово «какос» не означает болезнь или немощь. Это слово означает злое. И вот что делает Писание. Есть прямая связь между демонами и злом. Когда мы делаем что-то злое, то, что против истины Бога, это приведет демоническую деятельность в нашу жизнь. Мы можем не признавать этого. Мы не видим демонов, но они будут проявлять активность. Они будут действовать. Очень важно нам понимать это. Об этом мы еще поговорим. Сейчас мы в 8 главе, а когда дойдем до 13, то больше поговорим о демонической одержимости, о том, как действуют злые духи. Мы изучим эти принципы, а сейчас сосредоточимся на том, что Писание говорит здесь. «Итак, Он изгнал злых духов, Словом, и все имеющие зло». Мы видим, что они были исцелены. И опять-таки, не они исцелили себя. Это не произошло со временем, само собой. Это сделал Ешуа. И 17 стих – важное местописание. «И всем нам надо временами исповедовать его». Видите ли, Бог ненавидит гордость. Он любит людей, которые смиряют себя. И книга Исаии, 53 глава. Я раньше все время говорил, что это местописание часто понимается неправильно, поскольку люди говорят, что тем, что сделал Мессия, его ранами, когда он пострадал за грех, мы были исцелены. И я всегда говорил, что мы исцелены от греховного влияния, но не вырывайте это из контекста, а контекст здесь – быть исцеленным от греха. И я всегда говорил, не применяйте это к физическим немощам и болезням. Но я был неправ, потому что, когда мы смотрим это местописание, тут ясно сказано. Посмотрите 17 стих. «Да сбудется, реченное через пророка Исаию». Новый Завет – это авторитетное описание. Это Слово Божье, но также авторитетные комментарии Ветхого Завета. Мы видим правильное понимание, или дополнительное понимание, как в данном случае, когда говорится, «Да сбудется», реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезнь». Так что страдание Мессии было не только для того, чтобы принести прощение грехов и привести к концу, прекратить, остановить греховное влияние в нашей жизни и наказание за грех, но также Он пострадал за наши немощи и болезни Восемнадцатый стих. «Увидев же Ешуа вокруг себя множество народа, мы читаем, велел ученикам отплыть на другую сторону. К нему подошел». Когда он делал это, тут сказано, «К нему подошел книжник». Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель». Благодаря чудесам Ешуа пользовался влиянием и в религиозной общине. Смотрите, что Писание говорит здесь. Один из книжников, не сделайте тут ошибки, когда Ешуа собирался переправиться на другую сторону, один из книжников подошел к нему и сказал, «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». То есть, куда бы ты ни пошел, я буду с тобой, неважно куда, я буду там. Но смотрите, что Мессия отвечает ему. Читаем дальше. 20 стих. «И говорит ему Ешуа, лисицы, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда. Контраст, нечто совсем другое. А Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Что значит, что у Него нет земной безопасности. То есть, у Него нет места, дома, жилища в этом мире. Почему так? Потому что Он принадлежит Царству Божьему, и тому же Он учит и Своих учеников. У нас нет безопасности. Мы не принадлежим этому миру. Как говорит один из писавших Новый Завет, «Мы в этом мире странники, пришельцы, чужие». Почему? Потому что мы принадлежим Царству Небесному. Вот где наше гражданство. Так что не рассчитывайте на то, что вера даст вам физическую безопасность в этом мире. как раз наоборот. Мессия не имел где преклонить голову. Продолжаем. Читаем 21 стих. Другой же, это один из других учеников, не из 12, но из других учеников, сказал ему, «Господи, позволь мне, я хочу следовать за тобой, я верю в тебя». Но он говорит, «Позволь мне прежде пойти, и похоронить отца моего». В иудаизме это считается ответственностью, обязанностью. И опять-таки, здесь речь идет не о небочтении к родителям, мы должны почитать их. Он говорит, «Я буду посвящен тебе, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, я понимаю, что ты говоришь, никакой земной безопасности, но прежде позволь мне исполнить эту обязанность, прежде пойти и похоронить отца моего». 22 стих, обратите внимание на его ответ, «Но Ешуа сказал ему, иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Тем самым он говорит вот что, «Не заботься так о церемонии и прочем». Мир придает такое большое значение похоронам. Да, есть религиозное значение в похоронах, но для того, чтобы открыть духовную истину, то есть благочестивые похороны, должны быть свидетельством. Но не так, что мы настолько зациклены на этом событии, что говорим, «В это время я не буду служить Богу, не буду делать то, что Он хочет от меня». Нет, время коротко. Нам надо использовать время, ибо дни лукавы. Вот почему Ешуа говорит, «Нет, иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Необходимо откликнуться сейчас. 22 стих. Что он сказал? «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». 23 стих. «И когда вошел он в лодку, он собирался переправиться на другую сторону, и когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». И вот, теперь посмотрите 24 стих, очень важный текст. Евангелие от Матфея, 8 глава, 24 стих. Он переправляется на другую сторону. И этот термин «сад-ахер» в еврейском, «сидра-ахра» в арамейском, и об этом пишут мудрецы иудаизма. Обычно другая сторона означает демонический мир, вход в мир тьмы. И смотрите, что произойдет. Когда мы это делаем, врагу это не нравится. Когда мы входим в этот мир с целью служения, это духовная война. Врагу это не нравится. Писание говорит, что он сел в лодку, плывет, 24 стих. И вот сейсмос. Все мы знаем, что такое сейсмограф. Это прибор для измерения землетрясения. В некоторых библиях сказано «великое волнение», буря. Но это не то. Писание говорит здесь о следующем. Великое землетрясение сделалось на море, то есть под водой, так что так что и что происходит? Лодка покрывалась волнами. И когда это происходило, когда случилось это землетрясение, вдруг, когда они перенаправлялись на другую сторону, волны как бы цунами на Галилейском море, и волны били в лодку и покрывали ее. Вода заливала лодку. А что делал Ешуа? Он спал. 25 стих. Тогда ученики его. Заметьте последние несколько стихов. Мы видим, как ученики приходят к нему. Первый, я последую за тобой повсюду. Дальше, я пойду за тобой, но позволь мне похоронить отца. И вот теперь речь идет о его двенадцати учениках. Его двенадцать учеников подошли к нему и говорят «Господи, спаси!» То есть «Спаси нас!» Погибаем. Поймите, они в безопасном положении. Почему? Они с Мессией. Они следуют за ним в его воле. И нет более безопасного места. Но поймите, будут атаки врага. И это видимо в физическом мире через землетрясение. Мир не желает служения Мессии. Он не хочет, чтобы он производил изменения, которые он производит. Так что в этом месте Писания мы видим, что они говорят. «Господи, спаси нас! Погибаем!» Он говорит им, 26 стих, «Чего вы боитесь?» Буквально он говорит, «Что вы так боязливы?» Бояться неправильно. Мы не должны бояться каких-то вещей этого мира. Мы должны чтить Бога и бояться Его, а не то, что делает враг. Он говорит, посмотрите, он говорит, «Маловерные». Обратите внимание на корреляцию между двумя этими вещами. Он называет их боязливыми, а затем говорит, «Маловерные». Когда мы маловерные, мы будем бояться вещей этого мира и бояться деятельности врага. Но мы не должны. Будучи смелыми и сильными в вере, мы будем знать. Вспомните, о чем мы говорили на прошлой неделе. Мы будем знать власть Бога. Эта власть, это помазание будет на нас. И этой силой, не своей, но Божьей силой от Духа Святого, мы сможем победить врага. Мы не боимся бесов, но побеждаем их. Но в этой ситуации ученики не ходят своей власти и не понимают ее. Вот почему Мессия называет их боязливыми и маловерными. потом встав запретил запретил ветрам ветрам и морю и сделалось наступило наступило велико. Заметьте, что это слово мега было использовано в отношении произошедшего землетрясения и всего остального, что происходило. многими способами враг пытался нанести поражение Ешуа. Но он в одно мгновение, почему? По причине своей власти. Он проговорил и мы читаем в Писании, что тут же сделалась великая тишина или великое спокойствие. И посмотрите 27 стих. Здесь изменение терминологии. Поймите, что каждый раз, когда происходит изменение терминологии, это имеет значимость. Раньше нам встречалось слово ученик, 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 затем изменение, его ученик, его ученики. И поскольку они боязливые и маловерные, в 27 стихе мы видим изменения. Он не называет их своими учениками, как он называет их, называет их людьми. Людьми, то есть обыкновенными индивидуумами. Нам надо задать себе вопрос, и что это за вопрос? Как мы ведем себя? Как мы ведем себя? Просто как обыкновенные индивидуумы, обычные люди, или мы признаем, что в Мессии мы новое творение. пребывая в нем, нам незачем бояться вещей этого мира или вещей другой стороны, врага, злого духа, сатаны, этих демонических влияний. Нам незачем бояться их. Почему? Потому что через великую веру у нас есть великая власть. Что это значит? Через веру мы имеем власть. И тот, кто в нас, Дух Святой, Он больше того, кто в мире. Так что мы под этой властью, а что делал Ешуа? Мессия Он пример. Вот почему Он так часто называется Сыном Человеческим. Он пример. Он запретил, Он запретил ветру и морю, и в мгновение сделалась великая тишина. И вы подумайте, это слово сейсмос, оно говорит не только о буре, но также и о землетрясении, и значит, процесс должен был продолжиться. Когда происходит землетрясение, оно вызывает волны, и они должны были какой-то период времени продолжаться. Но было не так. Ешуа проговорил, и немедленно наступила великая тишина. великое спокойствие. Вот что означает это слово. И заметьте, тут сказано «люди». Не сказано «ученики», «люди» же. Речь идет об учениках, удивлялись. и заметьте, что тут сказано «они говорили». Кто это? Здесь сказано «никто», а слово здесь «потапос», что значит «что за». Это показывает, что они на самом деле не понимали, кем был их раби. Не только, что он мессия, но и кто он, мессия, сын Божий. Он обладает абсолютной властью. Нет, они видели в нем лишь духовного лидера, они видели в нем своего учителя, они видели в нем чудотворца, но, знаете, были и другие, делавшие чудеса. Когда мы дойдем до 13 главы, то увидим сыновей раввинских руководителей. Они изгоняли бесов. Но кто он? Они изгоняли бесов, но он Бог среди них. Вот почему они удивлялись и говорили, что он за человек. Я имею в виду, они удивлялись, что он отличается от обычных людей, что и ветры, и море повинуются ему. И вот ключевой момент. Это власть, власть с небес, власть от Бога, это абсолютная власть. Все, услышьте это. Все склоняет свои колени перед такой властью. и вот благая весть для нас. Когда мы принимаем Евангелие, тут же, тут же, сразу же в нас приходит Дух Святой. Он приходит и живет в нас, чтобы та же власть, та же самая, помните, что это греческое слово экскусия, означает власть и также силу, силу Божьем. Дух Святой живет в нас для того, чтобы через Его помазание мы могли ходить во власти и быть восприемниками силы. И не для того, чтобы исполнять свою волю, но чтобы исполнять волю Божью. Это-то и намерен был сделать Мессия, перенаправляясь на другую сторону, исполнить волю своего Отца Небесного. И явить свидетельство, что через Мессию демонические силы, силы зла, все то, что в конфликте с истиной Божьей и целями Божьими, все это будет лишено сил. Мы становимся сильными, а они становятся бессильными. Для чего? Что ж, вот цель. Мы учили, мы видели и продолжим видеть что все это для того, чтобы праведность была проявлена. И почему это так важно? Потому что существует неразрывная связь между праведностью и славой Божьей. Мы делаем добрые дела, мы исполняем волю Божью для того, чтобы праведность была установлена и слава Божья проявлена. Для чего? Что ж, когда высвободится слава Божья, какой будет результат? Ответ поклонение. И это главное призвание на мои жизни и жизни любого верующего, чтобы мы вели себя так, что это ведет других к поклонению. Для этого мы и были созданы. Для этого мы и были спасены. вот для чего мы здесь. Чтобы иметь образ жизни, поведение, свидетельство, которые приведут других к поклонению Богу вместе с нами. Если вы спросите меня, в чем смысл моего дня, этого и любого последующего? В том, чтобы жить жизнью поклонения. И если вы хотите знать победу, если хотите знать успех, то не важно, что происходит в вашей жизни. Не важно, что делает враг, но если вы продолжаете поклоняться Богу, вы живете самой успешной победоносной жизнью. Не позволяйте обстоятельствам жизни удерживать вас от поклонения Богу. Что ж, на этом закончим. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля!